И взглянув на свет, я не увидел, где свет и где тьма. И взглянув на свет, я не увидел, где свет и где тьма. И взглянув на свет, я не увидел, где свет и где тьма. Кто-то и занят один могильщик. Лоренцо не первый случай и, боюсь, не последний. Кто же роет туннели, насыпает дороги, укрепляет смотровые башни? Возможно, сам Аббат Яков, но это лишь догадка. Говорят, у него есть мастерок. Мастерок? Ой, что, масон? Бес ворует у Господа души, а в Аббатстве пропадают и души, и казна. Не так ли, брат Ястржавский? Средство на реконструкцию в попечении Аббата Якова. Что ж, кому-то из вас, братья, надлежит отправиться в Аббатство и не соблазниться личиною святости, если скрывает она род неверный и лукавый. С грустью в сердце я слушал эти слова, потому что знал, что выбор падет на меня. Святой Отец сказал, брат Сержев, мы часто говорили тебе, умерь свою тягу к знаниям, ибо она умножает тщеславие. Но Бог милостив, Он дарует тебе испытания судить живых и мертвых ради истины, призванные исцелить немых и сделать слепых зрячих. Это и есть Аббат Яков. Папа не раз хотел объявить его еретиком, но Аббат стал прилюдно истязать свою плоть, и теперь простолюдины почитают его, как живого мученика. А, францисканцы, братья мои, вы должны покинуть это Аббатство. Не смущайте светлые души свои нечистым, поселившимся под этими сводами. В какие ужасные времена мы живем. Вы, должно быть, оплакиваете одного из ваших братьев, Лоренцо, кажется. Говорит, он был молод. Какой ужасный, несчастный случай. С тех пор, как папа назначил его к нам церемонимейстером, я немало наслышан о вашей проницательности. Это действительно несчастный случай, но хотите откровенно, Лоренцо нашли в скалах под башней. И это все? Все, если учесть, что в башне нет окон, а лестница давно сгнила. Вы не можете объяснить смерть Лоренцо естественной причиной, и поэтому сочли ее вмешательством дьявола. Послушайте, Сержио, я лишь хочу успокоить души моих братьев. Надеюсь, вы мне поможете? Не разжигайте подозрений, и овцы пойдут за пастырем. Я хотел бы спуститься к сторожевой башне до темноты. Смотрите под ноги, брат. Здесь скользкие камни. А что, если Лоренцо упал совсем не с этой башни, а, например, с той? Логично. Только не упал, а прыгнул. Как это сделало бы человек, одержимый страхом и отчаянием? Прыгнул? Вы хотите сказать, что несчастный покончил с собой? Значит, Аббат прав. Бог действительно отвернулся от этого места. Не стоит все сваливать на Бога. Я хотел вознести молитву к Господним ранам, но перед глазами были люди, чью плоть умертвлял голод, а душу нищета. Не их ли Аббат называл овцами, бросая свои дары на крепостной вал? О, род! Неверный и лукавый! Помолимся, братья, и пусть Господь не допустит дьявола в эти стены, и свет всемогущего рассеет тьму. Я приветствую посланца Святейшего Папы, досточтимого брата Серджио, который поможет нам вновь обрести мир и покой. Слушайте, Аббат, вы взорвались. Вы не посмеете манипулировать мной. Видите, наш досточтимый брат так потрясен случившимся, что слова его изливаются без смысла, наподобие крика лесной куропатки. Это случалось даже с великими праведниками, когда Господь посылал им испытания. Но всегда найдется спасение в смиренной молитве. Довольно. Вы оба. Что вы несете? Кто вы такой? Вы не узнали нашего друга, прославленного Аббата Йохима из Умбрии? Он многому нас научил. Видно, Господь испытывает не только ваш язык, но и глаза. Я все понял про Лоренцо. И про тех, кто был до него, и про тех, кто будет после. Молчите. Не здесь. Вы погубите братство. Поговорим с глазу на глаз. Не иначе, как тибурская вода имеет столь вредные свойства для здоровья посланцев его святейшества. Не правда ли, братство? Брат Естржемский. С тех пор, как папа решил перенести резиденцию в аббатство Петра, вы поняли, что ваши дни сочтены. Вы прятали деньги, выделяемые церковью в подвалах, а наших мастеров водили за нос, скрывая от них инженерные пергаменты и строителей братцев. Вы погубили Лоренцо еще раньше, когда в ту страшную ночь он понял, что все его чертежи основаны на ложных представлениях. Прокопав подземный ход почти наполовину, он столкнулся с водой, потому что ваши братья подсунули ему Гео под основу Иерусалимского холма. Пресвятая Мадонна, вы и это узнали? В ту же ночь, в отчаянии, от безутешного горя, брат Лоренцо покончил с собой, бросившись с башни на камни. Вы уже запугали монахов дьявольским провидением. Скоро они разбегутся, и с реконструкцией будет покончено. Я оскорблю о вас, досточтимый брат. Вы идеализируете разум, вам кажется, вы узнали правду, но без доказательств это всего лишь безумие. Даже разбойник был прощен. Покайтесь, молитвы спасут и вашу душу. Если вы... Если... Что? Если вы отдадите ключи от подземелья. Эх... Да. Да, брат, я говорю тебе. Да. Спаси мою душу. Но, но, поторопись, Святейший Папа прибудет к нам этой ночью. А для его молитв понадобится не только мое раскаяние, но и твои доказательства. Дверь в подземелье за алтарем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я подожду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А-а-а! Возлюбленные братья, творите молитву и живы будете. Аудиенция окончена. Ваше святейшество, неужели вы все так и оставите как есть? Ваше святейшество, неужели вы все так и оставите как есть? Очнувшись на дне колодца, я теперь мог доказать все. Мог сосчитать тысячи золотых, потраченных не одним поколением аббатов на подъемные мосты, дороги, мозаики и башни, на позолоту куполов, на все, что растаяло в воздухе, прежде чем появилось на свет. Но, увы, истина, призванная сделать слепых зрячими, открылась мне в подземелье, откуда простому смертному не выбраться до конца дней, потому что в него есть вход, но нет выхода. Ну, на все, как известно, воля Божья. Эй! Братья! Ау! Черт бы вас всех подрал! Подрал! Подрал!